1, 2, 3, 4 А вы знаете, как поднять настроение человеку? Подарите ему кофе, причем не простой, а подвешенный. В одной могилевской кофейне предлагают заплатить за две чашки кофе. Одну оставить себе, а другую подарить совершенно незнакомому человеку, оставив ее до востребования. Готовы ли могилевчане к таким подаркам? Разбиралась Седа Каспарова. Подвешенный кофе Впервые о ней русскоязычной публике рассказал итальянский писатель и сценарист Танино Гойро. Так в Няполе называли кофе, подаренный тем, кто сегодня не может купить чашечку напитка за деньги, но готов получить его в подарок. В Италии, понятное дело, кофе пьют все и всегда, так что проблем с его реализацией не возникает. В могилеве же возможности подвешенного кофе пока изучают. С того момента, как запустился подвешенный кофе, кто приходил за кофе и кто же был готов дарить его кому? К сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, что те люди, которые готовы дарить этот кофе, их в разы больше, нежели те, которые этот кофе готовы забирать или получать в подарок. Все это началось с кофейни на Ленинской у нас. Мы решили проэкспериментировать. Нам давно предлагали это, давно эта идея крутилась. Мы все боялись, как это пойдет, как это оформится. И даже написали на штендере, что хочешь бесплатного кофе, заходи сюда. Самое, что интересно, это почему-то не сработало. Люди сразу видели, что где-то есть подвох. То есть, какой бесплатный кофе, где бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Но те постоянные клиенты, которые заходили, они увидели нововведение и начали интересоваться, а что ребята это вообще такое. Но, как оказалось, наученные опытом раздачи бесплатных кастрюлей чайников, наши люди за бесплатно кофе пить не спешат. Опасаются. Как только первый человек об этом спросил, ему сразу захотелось оставить. И он заплатил, он взял себе капучино и оставил капучино на подвешенной. Висел он недели три, наверное. Я когда приходил всегда к ребятам, спрашивал, как дела, я говорю, а что, никто не берет этот кофе? Он говорит, все почему-то готовы отдать последние деньги. Они, скорее всего, домой пешком пойдут на восьмой кирпичной, нежели скажут, давай мне это подвешенный кофе. Весь подвешенный кофе отмечается на специальной доске, так что можно точно знать, сколько чашек свободно, а сколько востребовано. Весь кофе, который здесь представлен, его уже весь выпили. То есть три чашки – это то, что я проплатил, остальное все это проплачивали люди. Причем ценовая категория этих напитков абсолютно разная. То есть, допустим, эспрессо стоит 20 тысяч, если посмотреть на меню, макачино стоит 35 тысяч. Один макачино кто-то кому-то уже подарил. Ликбез по подвешенному кофе проводят и в соцсетях, и в старом добром сарафанном радио, как, например, здесь, в Центральной городской библиотеке. Работники послушают, да и расскажут посетителям. А может, и сами придут. Мне кофе почему-то дарит вдохновение, его аромат. И пишу о кофе очень много, и планирую выпустить кофейную книгу с ароматизированными страницами, чтобы, когда открывали, можно было потереть и почувствовать запах кофе. А вы уже почувствовали аромат кофе? Нет? Тогда спешите на кухню или в кофейню. Быть может, и вас уже ждет подвешенный кофе. Субтитры создавал DimaTorzok